Сразу хотелось бы перейти к теме Беларуси. На фоне происходящего в Украине множество санкций вводится, нехватка валюты, точнее пока ограничения по смене валюты, по снятию наличных банков. Вот как это сейчас уже отражается или отразится на белорусском бизнесе? Белорусский бизнес никогда не жил в каких-то тепличных условиях. Он всегда за все 25, а уже 30 лет независимости прожил огромное количество разных трудных времен. Это очередные трудные времена. Единственное, что могу сказать, что такой беды, как сейчас, которая пока еще не пришла, но идет на нас, такой еще, конечно же, не было. И те трудности, которые вы упомянули, трудности с валютой, это только часть из этого всего набора, который может и должен произойти. Поэтому я полагаю, что будет очень трудно. Я полагаю, что рынки ожидают сжатия, соответственно, бизнес ожидает сжатия. Вопрос, как бы у кого были какие запасы, у кого какая была маржинальная доходность. Вот будет трудно, но насколько будет трудно сегодня говорить бессмысленно, потому что мы не видим перспективы. Мы не знаем, когда это закончится. Само действие санкций только началось. Вот эти все истории с физическим запретом передачи России, а значит и передачи Беларуси наличных долларов и евро только начались, поэтому я бы не стал какие-то делать далеко идущие прогнозы. То есть я бы говорил о том, что есть, конечно, какая-то там планка минус 30 процентов от сегодняшнего уровня жизни, но все это пока гадание больше на кофейной куче. То, что хорошо не будет, хорошо не будет. Насколько плохо будет, но пока не ясно. И все-таки мы будем, наверное, пытаться вас постоянно выводить в этом сегодняшнем разговоре на какие-то прогнозы. Вот в частности очень много компаний уходит из России сейчас, да, и в том числе всякие Макдональдсы там. Кстати, есть новость, что сегодня последний день рабочий в Москве на Пушкинской Макдональдсе, да, и там огромные очереди выстроились. Люди хотят в последний момент насладиться, да, этой едой. Как отразится вся вот эта история уходов российского, из России крупного, малого, среднего бизнеса, да, на белорусских доходах, на белорусских доступности тех же самых, ну, условных Макдональдсов в Беларуси и так далее? Ну, пока, пока про уход Макдональдса из Беларуси, насколько я понимаю, не заявлено, если я все правильно вижу новостную повестку, да, соответственно, мы с вами можем представить такие, знаете, экспресс-туры из Москвы в Минск, в Макдональдсе. Но это, конечно, шутка, потому что, если говорить, конечно же, серьезно, то уход брендов, больших брендов, означает падение ВВП, означает падение доходов населения, означает безработицу, означает многие-многие неприятные вещи. И поскольку мы очень плотно привязаны, по последним цифрам мы на 50% привязаны с точки зрения экспортно-импортных операций к Российской Федерации, а сегодня почему-то хочется говорить о Российской империи, знаете, самостоятельно как-то на язык ложиться, да, так вот мы привязаны на 50% к Российской империи, то, естественно, как бы, поскольку ужимается сама российская экономика, соответственно, и белорусская экономика будет ужиматься. У меня есть подозрение, что она должна ужиматься даже быстрее, чем российская, по причине как бы меньшего запаса прочности, меньшего какого-то размера, по причине накопленных ранее проблем, которые уже были, потому что вопрос, где взять 3,5 миллиарда, чтобы отдать долги, в первую очередь, той же России в этом году, он висел и без всяких военных действий. Опять же, как бы, если вы у меня спросите про то, как конкретно скажется, но я ничего больше, чем то, что я уже сказал, сказать не могу, для меня цифра, там, минус 30%, это некая, это некий такой негативный сценарий, ну, который, возможно, случится, да. Ну, вот, Александр, такую интересную штуку заметил Павел Латушка о том, что вот Россия создала в Беларуси свой собственный офшор, и вот пока иностранные компании будут продолжать работать в нашей стране, ну, Россия плохо не будет от этого, и тем более огромный, огромный бюджет нашей страны и Беларуси тратится в том числе на поддержание сейчас Российской Федерации в этой войне с Украиной. Ну, я слышал заявление Павла Павловича о неком белорусском офшоре, оно, конечно, имеет смысл лишь отчасти, потому что, конечно, никакая белорусская белжи не сможет заменить уходящие из России большие бренды, если мы с вами слышим, то и сам белорусский белжи встал, несмотря на то, что как бы не было никаких официальных заявлений о том, что белжи уходят из Беларуси. Поэтому, как таковы белорусские офшоры, это некая, скорее даже, фигура речи. Да, возможно, это будет иметь отношение к банкам, потому что вроде как к белорусским банкам все гораздо мягче, чем к российским банкам. Но в целом я бы не испытывал по этому поводу большого оптимизма, и на фоне там падения в разы какие-то копейки, какие-то проценты доходов от вот этой офшорной деятельности, а если помните, конечно, белорусские отдельные, скажем так, предприниматели сумели заработать на санкциях, которые были введены 8 лет назад, я бы сильно по этому поводу не радовался. Что же касается бюджета, который Беларусь тратит на участие в сегодняшних событиях на Украине, честно говоря, я не вижу какого-то сверхсерьезных именно финансовых затрат, пока, слава богу, мы не вступили в физически, не вступили в войну. И как бы не было цинично это говорить, как бы не было это сегодня аморально говорить, то надо помнить, что все-таки Беларусь должна России выплатить в этом году огромные деньги. И я уверен, что тот, кто принимал решение о нашем участии, за это что-то выторгал, как не, еще раз скажу, аморально и цинично об этом говорить. Скажите, насколько вообще реалистична такая схема? Из-за того, что сейчас в России закрываются предприятия, вы сами сказали, да, это будет большая безработица, в Беларуси тоже очень много уехало людей, не хватает кадров, то есть, ну, очевидно, что куча свободных рабочих мест, и вот эти самые безработные россияне поедут в Беларусь в поисках работы, и таким образом в Беларуси начнется какой-никакой, но все-таки экономический подъем, потому что будет кому работать, будет как работать, может быть, даже и неплохо работать. И вот, ну, насколько это реалистичная схема? Ну, для реализации такой схемы должно быть, как бы, соблюдено одно условие. В Беларуси зарплаты должны быть больше, чем в России. Сегодня, сегодня и долгие годы, да, то есть мы помним, что если средняя белорусская зарплата была на уровне 500 долларов США, то зарплата средняя российская была на уровне 700 долларов США. То есть разрыв был 40%, и разрыв был абсолютно не в белорусскую пользу. Почему, собственно, для белоруссии ехали на бокс в Россию, да? Для того, чтобы произошла указанная вами схема, должно произойти ровно обратно. Должно там падение в Беларуси быть, либо вообще не должно быть, либо оно должно быть там кратно меньше, чем падение в России. Это невозможно, поэтому, конечно, это, конечно, какая-то такая интересная и хорошая фантазия для фантазии, для публицистики, может быть, для художественной литературы, но никак не для каких-то экономических прогнозов. И еще тогда один вопросик про предпринимателей белорусских. На ваш взгляд, ну, во-первых, что сейчас с малым бизнесом в Беларуси происходит, и то, что происходит вокруг Беларуси и в самой стране, приведет ли к закрытию, к ликвидации такой формы, как малый бизнес вообще? Ну, знаете, мой тезис состоит в том, что бизнес существует всегда. В том числе бизнес существует и в концлагере, бизнес существует во время войны. Поэтому само по себе военное время, оно не приводит к тому, что что-то закрывается. К этому приводит падение доходов и резкое падение доходов. К этому приходят физические ограничения на движение товаров. Поэтому я бы скорее говорил о том, что мы должны ожидать закрытия бизнеса в связи с ужиманием спроса. И с тем, что, например, у людей, у которых все-таки мы почти вернулись, как бы, к тем самым заветным по 500, да, то есть вдруг у них стало не по 500, а снова по 330, да. И, соответственно, эти люди, которые могли уже себе позволить сходить под самый несчастный Макдональдс, как бы, вновь, как бы, должны перейти на гречу или на макароны Борисовской фабрики. Скорее, мы должны ожидать вот этого, то есть сворачивания бизнеса за счет того, что падает просто доход. Ну и опять же, люди, у людей ужимается горизонт. Люди не знают, что будет завтра. И в этих условиях какие-либо товары, которые можно отложить, покупку которых можно перенести на потом, а это все, что угодно. Это автомобили, это какие-то дорогостоящие другие покупки типа недвижимости, типа замены мебели, типа замены электроники, техники в доме. Все эти покупки люди будут переносить на потом, на тогда, когда, как бы, им будет понятно, что происходит. И, соответственно, за счет этого на этих рынках будет очень жестокое ужимание спроса, и мы будем терять, конечно, малый бизнес, но именно потому, что просто происходит резкое снижение покупательской способности, в первую очередь, населения. Вот много очень информации сейчас появляется о предприятиях белорусских, которые частично либо полностью приостанавливают пока свою работу, людей отправляют на какие-то отпуска неоплачиваемые. Это все уже точка невозврата, потому что вот сейчас пока не похоже на то, чтобы Россия смогла вот в дальнейшем как-то поддерживать нелегитимного, финансово, естественно. Ну, вы знаете что, если мы вспомним наши истории до сегодняшних событий, то в России были очень простые цифры. 2 миллиарда ежегодно России обходился Крым. Там около 2 миллиардов ежегодно ей обходилась Чечня. И много других каких-то регионов, каких-то проектов, которые нужно было постоянно поддерживать. И на этом фоне Беларусь всего лишь была еще одним проектом, который, в общем-то, ничего особенного не просит, просто просит все время себя перекрестировать и дать немножко на погашение процентов. Поэтому на этом фоне поддержка Беларуси не представляла какой-то большой проблемы для Кремля. В сегодняшней ситуации я бы, честно говоря, радовался к тому, что Кремль не будет нас сегодня банкротить в Беларуси. То есть Кремль не будет взыскивать все долги, которые уже накопились. Будет ли он при этом поддерживать, ну, понимаете, процентов 50 нашего внешнего долга, или даже больше, если посчитать полностью и с учетом нашей АЭС, это долги перед самой Россией. И, соответственно, для того, чтобы поддерживать Беларусь, надо всего лишь не истребовать с нее долги. Поэтому я бы не предсказывал какой-то скорый крах именно экономический, именно по причине отсутствия вот средств на погашение внешних долгов или на какие-то еще вещи. И в этом нет большой проблемы сегодня для Беларуси. Однако интересно, конечно, чем мы заплатим за то, что с нас не будут требовать долги. Но финала скорого я не предсказываю, поэтому все эти сегодняшние остановки заводов это пока еще и такое явление. Я себе прекрасно представляю, что в головах у этих менеджеров. То есть у них в головах, ну, давайте мы посмотрим, что будет происходить в месяц, потом еще два, дождемся Пасхи, дождемся 9 мая, а потом будем принимать какое-то окончательное решение. Дай Бог, дай Бог, если вся ситуация это хотя бы остановится в течение пары недель, хотя бы просто остановится в том состоянии, в котором есть сейчас, и начнется постепенное разгребание завалов. Потому что пока она просто катится в пропасть с непредсказуемыми показателями. И любые какие-то прогнозы, в том числе и мои прогнозы, они все сегодня, как я сказал, уже гадания на кофейной гуще. И хочу сказать еще одну вещь. Конечно, экономика важна и доходы важны, но гораздо страшнее то, что сегодня гибнут люди. И я бы очень хотел, чтобы это остановилось как можно быстрее, независимо от экономических последствий.